Здравствуйте! В эфире специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня мы работаем в прямом эфире. С 1 января муниципальные льготы в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг заменены на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1 тысяча рублей отдельным категориям граждан. И сегодня хотелось бы поговорить именно об этом, потому что у населения после опубликования этой новости возник ряд вопросов. В нашей студии Елена Геннадьевна Дегтева, заместитель главы Одинцовского городского округа по социальным вопросам. Наталья Вячеславовна Караваева, начальник управления социального развития администрации Одинцовского городского округа. И Марина Викторовна Кушнарева, заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Одинцовского управления социальной защитой населения. Также к нашему обсуждению присоединятся журналисты Одинцовой инфо и газеты «Новые рубежи». Они подготовили ряд вопросов. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону, указанному на экране. Здравствуйте. Действительно, тема серьезная, тема актуальная. И правда, возник ажиотаж. Я знаю, что прям не стихает последние, наверное, недели-две. Все штурмуют и администрацию, штурмуют и управление социальной защитой населения. Люди немного, мне кажется, запутались. Ну, будем разбираться тогда. Елена Геннадьевна, первый вопрос к вам. С чем связано такое решение? Почему решено монетизировать льготу по оплате коммунальных услуг? Именно муниципальную льготу. Да, если позволите, наверное, я все-таки сделаю краткий экскурс вообще. Почему возникла эта новость? В связи с решением Совета депутатов, которое вступило в силу с начала этого года, был принят единый подход по выплатам мер на территории всего Одинцовского городского округа. Соответственно, вышло новое положение, которое уравняло все территории к единому штандарту и к единым выплатам. В положении мы подробно и в порядке описали, какие категории граждан теперь льготные у нас, какие меры и какие выплаты им будут оказаны. При этом хотелось бы все-таки отметить еще одну особенность, что на уровне федеральном и региональном все льготы остаются, потому что это тоже есть такая отдельная информация о том, что кто-то что-то отменил или не отменил. То есть мы здесь говорим о том, что федеральные и региональные льготы, которые действовали, они продолжают действовать на уровне федерального и регионального законодательства. И здесь мы говорим именно о тех муниципальных льготах дополнительных, которые предусмотрены в рамках бюджета Одинцовского городского округа и действуют на всей территории в едином порядке, на всей территории нашего округа. Какие категории граждан относятся льготным? Это категории ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети инвалидов, многодетные семьи, граждане и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающие жизнедеятельность гражданина, несовершеннолетние, находящиеся под опекой или попечительством, участники ликвидации последствий катастрофы. Наталья Вячеславовна, подхватывайте, потому что я знаю, что буквально недавно прошел круглый стол в формате, в таком вы встречались с жителями и отвечали на вопросы, потому что их действительно много. Чем обращаются жители, чем они обеспокоены? Давайте, я всегда говорю, я за понятийный аппарат. Давайте разложим сегодня все по полочкам. Все по полочкам, прежде всего. Какие льготные категории существуют в целом в связи с принятием решения Совета депутатов о мерах социальной поддержки наших жителей? Елена Геннадьевна все эти категории, безусловно, назвала. У нас различные меры социальной поддержки, в том числе это такая льгота в виде скидок на оплату жилых помещений, которые были раньше отражены непосредственно в квитанциях по ЖКУ. Она сейчас монетизирована, монетизирована эта льгота и заменена на ежемесячную компенсацию выплат в размере 1000 рублей в месяц отдельным категориям граждан. А теперь вот четко. Четыре категории граждан. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Участники и инвалиды. Мы все делаем в рамках 20-го федерального закона о ветеранах. Следующее. Труженики тыла, но не все, а награжденные медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Следующее. Неработающие пенсионеры, награжденные медалью за добросовестный труд на благо Одинцовского муниципального района, но при отсутствии мер социальной поддержки по другим основаниям, потому что если они еще и получают льготу региональную, как ветераны труда, то, соответственно, тогда эту компенсацию, аналогичную меру социальной поддержки, они получают через управление социальной защиты, и здесь не будет такой двойной выгоды, так скажем. Да, конечно. И следующее. Инвалиды общего заболевания и семьи, имеющие детей, инвалидов, постоянно зарегистрированы, здесь ключевое слово, в частном жилом фонде многоквартирного дома, то есть в приватизированной квартире. Но здесь тоже есть небольшой нюанс. Собственник у частной квартиры может быть кто-то другой. Здесь не обязательно быть собственником этой квартиры. Важно отметить, что это инвалиды и дети-инвалиды, проживающие в данной... С постоянным местом регистрации? Да, с постоянным. У нас все меры социальной поддержки предоставляются жителям Одинцовского городского округа, то есть постоянно зарегистрированными на территории нашего округа. Но тем не менее, вот с чем связано такое решение? Почему именно так? Вы знаете, было очень много несостыковок. Почему монетизация? Во-первых, мы приводим все наши меры именно к монетизации. Эта тенденция осуществляется не только на территории нашего округа, но и на всей территории как Подмосковья, так и Российской Федерации. То же самое произошло с молочной кухней. Конечно, да. И льготы, которые выплачиваются через органы социальной защиты населения, они тоже монетизированы. То есть мы, в принципе, унифицируем такой способ оказания социальной поддержки нашим гражданам. Вот с этим прежде всего и связано. Следующее. Здесь мы получаем прозрачный механизм получения данных льгот. И практически у 90% наших жителей, которые получали вот такую льготу по ЖКУ в предыдущие годы, при том я хочу отметить, что не все наши территории имели возможность оказывать такую льготу населению. Ну, опять же, территории были разные, наверное, выплаты тоже были разные. А так как теперь у нас все-таки единый округ, то и стандарт тоже единый. И такая льгота у нас унифицирована, она абсолютно прозрачна. Там не надо какие-то копеечки высчитывать, пересчитывать больше, меньше. Это достаточно непонятно было очень многим жителям, почему, вот где нам досчитали, где нам не досчитали. Тысяча рублей. Ясно, понятно, разрачно. Марина, хотела бы, чтобы вы тоже включились в беседу. Вот еще раз повторю слова Елены Геннадьевны. Ни одна федеральная, региональная выплата льгота не подходит сюда, не относится. Все остается неизменно. Да, не изменяется. Потому что я так понимаю, что с этим связано больше всего беспокойство и вопросов, наверное, со всех сторон. И вы, в первую очередь, с этим столкнулись, с этой проблемой. Да, но я хочу сказать, что еще раз напомнить, что в полномочии Одинцовского управления социальной защиты населения входит предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с федеральным и региональным законодательством, то есть законами Российской Федерации и Московской области. Компенсации все предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат, которые переводятся на расчетные счета граждан. Ежемесячно. Расчет компенсации производится на основании сведений, которые передают нам управляющие компании об оплатах, которые производят граждане. И мы производим расчет в соответствии со льготной категорией, которая есть у гражданина, и перечисляем на расчетные счета. С 1 января 2020 года законодательство ни Российской Федерации, ни Московской области не претерпело изменений, поэтому гражданам, те, кто получал от нас компенсации в соответствии со своей льготной категорией, заново переоформлять, подавать заявления, что-то еще какие-то манипуляции делать не стоит. У нас есть звонок, продолжим после него. Послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Кольцова Елена Михайловна. Добрый вечер, Елена Михайловна. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня внук является собственной одной третьей квартиры. Пол потери кормильца, то есть моего сына, его часть пришла к нему. Ему 10 лет. Он несовершеннолетний. И сейчас отменили льготы по потере кормильца. То он в ЖКХ ничего как бы не платил. Я все документы сдала. А теперь все отменили. Я не знаю, куда мне обратиться. Как платить за это одну треть? Вы знаете, уже очень многие депутаты выступают, чтобы дополнить. Вот все меры социальной поддержки, которые были приняты, это действительно живой организм, в который мы будем вносить также изменения. Очень много было действительно обращений. И я здесь подчеркну, что не на всех территориях такая льгота была для жителей нашего Денцовского муниципального района, в частности по городскому поселению Денцова, была такая льгота, как для детей по потере кормильца. Но, допустим, в Звенигороде такой льготы не было. И еще в ряде наших территориальных образований тоже не было такой льготы, пока она не была включена. Но многие члены Совета депутатов сейчас тоже проводят законодательную инициативу по обращению жителям, чтобы на территории всего Денцовского округа... То есть этот вопрос у вас на контроле? Да, этот вопрос у нас на контроле. И я думаю, что наши ребята, которые потеряли своих родителей, они не останутся без внимания. И такая льгота будет ретранслирована на территории всего нашего округа. При решении Совета депутатов будут вноситься такие изменения. Но еще раз повторю о том, о чем я говорила. Все муниципальные меры социальной поддержки являются дополнительной мерой социальной поддержки. Такая возможность у нас существует при наличии финансовых средств в бюджете. То есть если бюджет дефицитный, то практически те муниципальные образования, которые имеют дефицитный бюджет, они не могут оказывать меры социальной поддержки. И в разных округах нашей Московской области они абсолютно разные такие меры, дополнительные меры социальной поддержки. И поэтому мы держим вопрос по потере кормильца на контроле. И очень надеемся, что такая мера будет введена. У нас есть звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Нет, скажите, пожалуйста. Вот если у меня сестра инвалид первой группы, муж у нее инвалид третьей группы, они вообще не ходят и из дома не выходят. Как им оформить вот эту льготу? Прекрасный вопрос. Спасибо за вопрос. Тоже хотелось бы понять для таких категорий граждан. Я думаю, что такой вопрос абсолютно справедлив, потому что у нас и участники, и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла, очень многие ограничены в передвижении. То здесь достаточно будет или родственники, или соседей, или те, которые помогают нашим гражданам, могут прийти с доверенностью, заполненную ветераном или участником, сейчас в территориальное управление и подать пакет документов. Если же возникает... А должна ли вот сразу тогда, Наталья Славовна, эта доверенность быть заверена нотариусом? То есть нет? Пишется от руки? Давайте прям расскажем механизм, потому что это сразу пугает всех. Потому что, да, действительно, это очень важный вопрос. Мы столкнулись, приходят люди, инвалиды, им очень тяжело. Судзащит в территориальном управлении Одинцова, я буду сегодня приводить пример территориального управления Одинцова, потому что каждый день утро я провожу там. Вот, приходят инвалиды. Само управление сейчас даже сместилось на второй этаж, просто первый этаж, там нету возможности расположиться и еще более доступные места. Мы открываем каждый раз по необходимости дополнительные места для приема документов. У нас есть звонок, давайте еще тогда примем. Я не отрадила. Но мы расскажем про механизмы тогда чуть позже. В любом случае, то есть простая письменная форма, доверенности достаточно, и это могут представлять и ближайшие родственники, также и соседи, да, то есть близкие люди. И вообще мы сами будем инициировать, выходить к таким людям. Вот мы очень просим наших жителей, уважаемые жители, дайте нам недельку, да, вот это все разложить по полочкам. Не проявляйте излишней инициативы. Вот наплыв, большой наплыв, он схлынет за эту неделю, и мы обязательно, вот тем, кто не может, сами прийти, мы обратимся к нашим волонтерам. Вы поможете, пойдете на встречу. Давайте примем звонок. Да, давайте. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Евгений Алексеевна, я из Одинцова. Добрый вечер. Вот вы помогаете многодетным матерям, при потере кормильца, а у меня дочь воспитывает одна ребенка, и сколько она не обращалась в соцзащиту, ей сказали, вам не положено. А одна ребенка, а дочь находится в разводе? Нет, она вообще мать-одиночка. Ну, то есть у нее и статус мать-одиночка. Да, да. Официальный. Да. Марина Викторовна, возможно? Понимаю, что, наверное, не по профилю, да? Наверное, да, не по профилю. Может быть, записать контактный. Контактные, может быть, телефоны какие-то, чтобы с человеком связались, разъяснили, может быть, какие-то нюансы выяснить, которые, может быть, человек сам не знает, что может быть назначено. Поэтому я думаю, что нужно взять контактный. Оставьте, пожалуйста, шеф-редактор, телефон, ваш контактный, и обязательно с вами свяжутся после прямого эфира, и передадут профильное ведомство, да? Я думаю, что этот вопрос в индивидуальном порядке будет рассмотрен и отработан. Возвращаемся к нашему вопросу. Возвращаемся, возвращаемся. Да, это очень важно. По механизму подачи. Сейчас вот участникам и ветеранам Великой Отечественной войны мы обязательно, если они не могут сами, мы стараемся обратиться, достучаться к ним, что мы сами придем и возьмем у них документы, чтобы они не проявляли вот... Да, лишней обеспокоенности, что они должны прийти, не успеют. А вот насчет не успеют. Прекрасная вообще вот тема. По срокам. По срокам должны успеть все. Даже постановлением, которое утверждает порядок у предоставления мер социальной поддержки, прописано, что на переходный период мы даем 3 месяца, чтобы люди спокойно, в удобное для них время, пришли и подали документы. Но будет это действовать мера с 1 января. То есть компенсацию они получат уже и за январь, и за февраль, и за март. То есть до конца марта можно спокойно в режиме это все сделать. Да, даже если 30-31 марта они подадут эти документы. А уже если 1 апреля, то такая мера социальной поддержки будет начисляться с месяца, в котором подано заявление. Ну, это действительно очень удобно, очень актуально. И очень хотелось бы, чтобы сегодня до зрителя мы достучались и не услышали. Вот этот момент, что 3 месяца на то, чтобы переоформить льготу. Но всех, конечно, пугает, что это нужно идти, это нужно собирать документы. Кстати, какие документы нужны? Так, а какие же здесь у нас документы? Это у нас, прежде всего, паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий право на льготу, свидетельство о право собственности, тем, кому это надо, когда мы про частную собственность говорим, то есть про приватизированные квартиры, номер лицевого счета получателей, банковские реквизиты, так, организации, выписка из домовой книги, срок действия 30 дней с даты выдачи и копия финансово-лицевого счета. Мы даже идем на то, что если какие-то документы не успели оформить, в частности, копию финансово-лицевого счета, мы потом сами также будем выходить с инициативой, брать это, помогать, даже если что-то не получается. Стараемся все силы приложить на то, чтобы помочь человеку получить какой-то документ, который он не смог нам предоставить, но в пределах разумного. А у нас звонок. Пожалуйста. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Да, здравствуйте, меня зовут Лариса Александровна. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, случайно включила телевизор и увидела нашу программу. Скажите, пожалуйста, если мы приедем с мужем-инвалидом первой группы по зрению, я тоже на инвалидности подъедем, можно мы без очереди пройдем, чтобы оформить документы, а не сидеть там долго-долго? Как это все можно проделать? Лариса Александровна, дорогая, выдам маленький секрет. Вот эту недельку приезжать не надо. Если приезжаете, то лучше во вторник или в четверг, там народу поменьше. Лучше не вдвоем, а кто-то один пусть приедет, кто пободрее, а второй все-таки останется дома, если такой возможности нет. Но если вы вдвоем приходите, тоже хорошо. Время примерно, вот какое лучше всего тогда подойти? Сейчас, значит, если раньше было ограниченное количество дней, там понедельник, среда и пятница, сейчас принимают каждый день с 9 до 6. Нужно приехать в территориальное управление. В территориальное управление. И я очень надеюсь, что уже со следующей недели у нас это будет комфортно. Там предоставляют место сесть. Тем, кто ограничен возможности видеть хорошо, помогают заполнить заявление. Когда уже в первой половине дня я сегодня была, ну да, пришло действительно около 60 человек. Было всего у нас по нашему штатному расписанию всего 3 рабочих места, которые обеспечивали данный процесс. Мы увеличили до 9. К 12 часам действительно вот такой вот большой поток он спал. И если вот такая тенденция будет и дальше, то даже очереди не надо будет дополнительно занимать. Ну то есть вторник, четверг, вторая половина дня. И конечно же, вы знаете, достаточно комфортно это все. Граждане, граждане сами уже помогают друг другу. И если видят, что человек в очень тяжелой ситуации, они безусловно помогут. Но там в основном все инвалиды, поэтому как-то выделить в особую категорию, там первую, вторую группу. Но вот те, кто ограничен зрением, помогают. Еще раз хочу, наверное, напомнить, что не стоит беспокоиться. Можно ведь, наверное, оставить заявку. И вы ведь говорили о том, что возможность направить сотрудника к тем или иным категориям граждан, кому действительно это сложно сделать, приехать. То есть она есть. Поэтому, может быть, стоит воспользоваться ей. Кстати, по какому телефону можно обращаться, звонить? Может быть, мы бы тогда назвали службу. Есть у нас? Хороший вопрос. Да, по телефону. Мы сейчас будем... Так, пожалуйста, Елена Геннадина. Давайте телефон. 8-495-596-58-02. 5-96-58-02. Это для города Одинсово. Это для города Одинсово. Ну, я думаю, в любом случае на всех сайтах указаны телефоны территориальных управлений по месту жительства. Поэтому я думаю, что можно найти эту информацию или попросить детей, внуков, чтобы дали контактный телефон, связаться и тогда уже, может быть, обратиться непосредственно в администрацию с тем, чтобы пришел или волонтер, или сотрудник. И максимально комфортно. Опять же, не создавать очереди. Да, для того, чтобы людям же было комфортно и получить, оформить спокойные документы. А у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Марина Андреевна. Добрый вечер. Я вот как раз сегодня была в этом отделе на Молодежной Ви-17. И хочу сказать всем, кто меня слышит, не бойтесь, приходите туда. Спасибо, Марина Андреевна. Там все организовано, насколько продумано. Это просто удивительно. Мы тоже боялись, что будут большие очереди, что мы не сможем разобраться. Я оформляла в год у нас сына инвалида, что у меня не примут заявление. Там посадили в зале трех женщин, которые помогают выполнять заявление. Все девочки крайне вежливы. Очень понятно все объясняют. Дважды мы там были. Первый раз пришли узнать, какие документы нужны. И второй раз сегодня подавали. Вот огромное спасибо. Впервые мы столкнулись, что в такой трудной ситуации идеально сработало. Марина Андреевна, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Сколько вы потратили на это времени? Вот вы пришли сегодня. Сколько ушло времени? Ну, максимум 10-15 минут. Ну, 10-15 минут, мне кажется, все равно комфортно. Заполнить заявление и акселить документы. При этом мы не акселили их дома. Если бы я их акселила заранее, это было бы еще меньше. Спасибо вам за звонок. Спасибо за работу. Спасибо, Марина Андреевна. Действительно, это для нас очень-очень важна ваша оценка. Спасибо. Но я хочу сказать, что действительно, все вот эти ксерксы, выполняют сотрудники территориального управления, все это делается бесплатно. Я хочу, чтобы сейчас к нашему разговору присоединились коллеги. Тоже есть что сказать. Полина, вам слово. Здравствуйте. Мы традиционно задали тему нашим читателям. И в этот раз откликнулось достаточно большое количество военнослужащих. Это городки Гусарская баллада и в НИИСОК. Я постаралась как-то в едином ключе собрать то, что их интересует. Поэтому озвучиваю вопросы и надеюсь получить на них ответы для наших читателей. Военнослужащих интересуют непосредственно льготы, которые предоставляются им как ветеранам боевых действий и как ветеранам военной службы. Не все понимают, что это разные категории льгот, что они получают их в разные возраста. Потому что если ветеран боевых действий получает 40-45, то ветераны военные, когда уже гражданскую пенсию он получает. И людей интересует также, какие именно льготы им положены. Потому что все думают, что только скидки на ЖКХ и все. И что это именно за скидки? Ну вот вы хороший вопрос задали. Я, конечно, потом Марине Викторовне переадресую этот вопрос. Но я хочу сказать, что ЖКХ у нас предусмотрена не ветеранам войны и военной службы, а участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Также инвалидам. Это другая категория. Льготы на ЖКХ как дополнительная мера, муниципальная, для ветеранов войны и военной службы не предусмотрены, если они не попадают под выше перечисленные наши льготы. И тогда я спрошу Марины Викторовне. Хорошо, спасибо. Значит, разница какая между ветераном боевых действий и ветераном военной службы? Ветеранам боевых действий предоставляются все меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством. Это федеральный закон номер 5 ФЗ о ветеранах. Статья 16. Вот в статье 16 предусмотрены все меры социальной поддержки, на которые ветераны боевых действий имеют право. Ну, в общем, это, значит, им предоставляется ежемесячная денежная выплата, которая выплачивается пенсионным фондом. Также они имеют право на социальный пакет, который включает на себя лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и к месту лечения и обратно. Это все так называемый социальный пакет. Если человек не хочет пользоваться этим социальным пакетом, он пишет заявление в пенсионный фонд, и у него ежемесячная денежная выплата увеличивается на соответствующую сумму. То есть все эти функции осуществляет пенсионный фонд. Дополнительно еще предоставляется компенсация по ЖКХ, как вы уже правильно сказали. Предоставляется она не на все услуги у ветеранов боевых действий, а только на оплату жилого помещения и капитальный ремонт. Компенсация за коммунальные услуги у ветеранов боевых действий законом о ветеранах не предусмотрена, к сожалению. Так, дополнительно, какие еще меры? В соответствии еще с законом Московской области им предоставляется право бесплатного проезда по социальной карте по территории Московской области и города Москвы. Вот такие у ветеранов. А социальные льготы именно муниципальные, они все-таки для отдельной категории граждан? Это мы говорим о ЖКХ. У нас еще есть такая дополнительная мера. Да, это единовременная ежегодная материальная помощь в связи с социально значимыми датами и праздниками. И здесь как раз участники боевых действий в Республике Афганистан и в Чеченской Республике в размере 2000 рублей. Единовременно. Спасибо за ответы. Также у нас поступили вопросы из территориального управления Звенигород. В том числе вопрос к вам переадресовала Любовь Николаевна Петрова, которая возглавляет ветеранскую организацию в Звенигороде. Ей интересно следующее, что по поручению президента нашей страны к 75-летию Победы выплачивается 75 тысяч рублей. И ей интересно, а такие категории, как, то есть помимо участников ВОВ, будут ли получать данную денежную компенсацию труженики тыла, узники фашизма и блокадники Ленинграда? Приравнивается ли это? Ну, как уже, наверное, слышали, Владимир Владимирович Путин объявил о том, что к 70-летию Победы участники войны получат 75 тысяч, труженики тыла 50 тысяч. Какие будут еще в этом, будут выплаты каким категориям? Это нужно увидеть указ президента, по которому будут производиться выплаты. В нем будут перечислены эти льготные категории. Будет указан механизм, какие документы, что и как будет выплачиваться, и какая организация это будет производить. Но по опыту предыдущей юбилейной даты, эту выплату производил пенсионный фонд, потому что все сведения об участниках и тружениках у них имеются. Ну что ж, мы тоже готовимся к 75-летию Победы. Проводится огромная работа. И кроме мероприятий, которые будут проводиться, и уже проводятся, кроме того, что наша эстафета «Салют Победы», она тоже шествует и стартовала. К нам присоединились, так и еще. Мы выходим за пределы нашего округа. И я хочу сказать, что запланированы в бюджете и утверждены на Совете депутатов такие меры и социальной поддержки. Это к 9 мая дополнительно еще будут участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат 10 тысяч от муниципалитета. И ветераны все категории в соответствии с 20-м нашим федеральным законом получат 2 тысячи. Это как дополнительные выплаты. И я хочу еще отметить, что ежегодно, в соответствии с законом Московской области, всем ветеранам Великой Отечественной войны, ко Дню Победы тоже производится выплата к 9 мая. В зависимости от льготной категории, в какой размере, пока сказать мы не можем, но в прошлом году участникам войны выплата производилось в размере 10 тысяч. Остальным всем льготным категориям, то есть труженикам тыла, вот так же узникам, блокадникам, вдовым участникам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч. То есть мы обращаемся к 20-му федеральному закону. Андрей, готовы передать вам микрофон? Спасибо, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос такой, что я так понимаю, что в декабре ведь депутаты приняли. Да, в 20-м декабре. Но почему вот эти все разъяснения, они происходят в феврале? Почему многие узнали о них, только получив январские платежки? То есть почему вот нельзя было предвидеть вот это вот социальное недовольство и не предупредить его вовремя, подробно дав ответы на все вопросы, которые могут возникнуть? Это один вопрос. И второй вопрос сразу, если позволите, это вот наши подписчики интересуются, почему в платежке за ЖКХ теперь не видят они федеральные льготы, если она вот осталась, там существует. Ну, начнем с первого вопроса. Мы действительно принимаем. Принимаем упрек и недовольство. Здесь мы очень долго согласовывали сам порядок. То есть выходить с чем-то мы могли только тогда, когда существует законодательный акт. Утверждалось постановление. Очень много было нюансов, очень было много нестыковок. Почему? Потому что для нас это опыт впервые объединить весь округ, просчитать правильно и распределить денежные средства. Поэтому, безусловно, здесь недоработка. Мы принимаем это на себя, мы несем за это ответственность. И сейчас вот мы регулярно выступаем перед нашими жителями, готовы выступать до тех пор, пока абсолютно все не будет ясно. И первоначальный рейд мы уже осуществили по каждой территории в декабре. Сразу же, как только приняли положение, как только у нас были уже определенные цифры, размеры и сроки по ежемесячно, либо ежеквартально. Соответственно, мы готовы и дальше, если есть эта необходимость. То есть помимо того, что мы сейчас задействовали СМИ, прямые эфиры, наверное, будет еще один рейд по каждой территории. Он осуществлен с активом, с жителями для разъяснения и для ответов дополнительно-дополнительные вопросы. Но также, наверное, стоит отметить, что при подаче документов там также на территориях готовы оказать дополнительно и разъяснить, либо по телефону. То есть любые меры мы сейчас и способы доведения информации готовы осуществлять и готовы отвечать на любые вопросы и оказывать содействие. Потому что первые встречи с жителями у нас были 21, 22, 23, сразу же после заседания Совета депутатов. Мы сразу же, во все 17 территорий мы выезжали, мы встречались с жителями. Безусловно, этого оказалось мало. Но вот теперь мы еще раз разъясняем, встречаемся. Это не первый наш эфир, не первая встреча с жителями через средства массовой информации. До тех пор, пока мы всем не разъясним, мы будем встречаться, разъяснять, будем инициировать и сами встречи с жителями и ждем предложений от общественных организаций. Также мы обращаемся к лидерам общественного мнения, что готовы с ними встречаться, передавать информацию, чтобы они ретрансферировали с жителем, чтобы как можно больше жителей узнали. Ну а про федеральные льготы? Ну вопрос, наверное, больше будет ко мне. Значит, что касается вашего вопроса по исчезновению федеральных льгот из платежек. Из опыта общения с посетителями, которые приходят к нам в Одинцовское управление социальной защиты населения, мы поняли, что люди не понимали, что эти скидки, которые были в квитанции, это были не федеральные льготы, а муниципальные. И речь идет как раз о том, что исчезли именно вот эти муниципальные льготы, которые были в виде скидок. Это были не федеральные, но люди думали так, что это федеральные льготы. Нет. Это были муниципальные, но люди этого не понимали. Ну как-то они вообще выделены. То есть в 2019 году федеральные льготы были монетизированы. Марина Викторовна, есть какое-то разделение? Ну то есть как они обозначаются в платежках? Ранее, вот то, что исчезло, это были муниципальные льготы, это не федеральные льготы. То есть те, которые сейчас монетизированы на тысячу рублей. Поэтому она исчезла. А в 2019 году уже, Марина Викторовна, с 2018 или с 2019 года монетизация? Нет, с 2009 года. С 2009 года монетизация. Это произошла монетизация федеральных и областных льгот. То есть их там просто приоритет может быть. Но они там не могут быть. А в виде скидок нет, их не было. И как бы не было обозначения. Поэтому скидки это именно муниципальные льготы, которые действительно исчезли из платежек в январе 2020 года. Понятно, спасибо. И заменены на тысячу рублей. Полина, знаешь, что у вас еще много обращений от ваших читателей? Да. Давайте используем это время. Давайте продолжим обсуждение федеральных и региональных льгот. Ведь далеко не каждый читатель у нас понимает между ними разницу. И вот когда 30 числа состоялась встреча с жителями на прошлой неделе, было очень много негатива. Действительно, за счет того, что на муниципальном уровне исчезла на какое-то время, может быть, вернется, как вы сказали, льготы по обеспечению, по потерь кормильца. Вы не могли бы нашим читателям более подробно разъяснить, а какие льготы у них остались, региональные и федеральные, что у них не пропало? Это что касается ЖКХ? Да. То, что им предоставлялось ранее в соответствии с законами федеральными и областными, в соответствии с льготной категорией, и выплачивалось на расчетные счета граждан в виде ежемесячной денежной компенсации. То есть это ничего не претерпело изменений, оно как было, так и будет дальше выплачиваться. То есть законы эти не претерпели изменений. Поэтому и, соответственно, люди как получали компенсацию, соответственно, со своей льготной категорией, ну, например, там, участники войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды, которые приравнены к инвалидам Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиации, инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, независимо от причины заболевания, дети, семьи, имеющие детей инвалидов, это федеральные льготники, и в соответствии с областным законодательством, это ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, многодетные семьи и работники, которые работают в муниципальных и государственных учреждениях на селе. То есть у них ничего не изменилось, они как получали от соцзащиты компенсацию, она также дальше будет выплачиваться в соответствии с их льготной категорией. Также у нас есть вопрос из территориального управления Звенигород, он касается социальных выплат, следующего характера, задает его Елена Ташматова, она директором является Оно всем добра, некоммерческая организация. — Согласно постановлению главы Одинцовского округа Андрея Робертовича, в этом году многодетным семьям ежеквартально будет выплачиваться компенсация на школьную форму и на спортивную форму. Размер ее 400 рублей. — И в связи с этим вопрос, куда необходимо обратиться в отдел соцзащиты Звенигорода, либо же в территориальное управление Звенигород самой, если да, то куда, может быть, есть телефон, по которому связаться номер кабинета, и какие необходимо предоставить документы. — И также у них дополнительный вопрос, у нее же, что в этом году одиноким матерям с низким доходом будет ежемесячно выплачиваться 3000 рублей. Вопрос следующий. Попадают ли разведенные многодетные мамы под категорию «одинокая мать»? — И если да, то... — Сейчас я, да, действительно, тоже сейчас обращусь к документу, чтобы уже быть абсолютно правильно произносить. Вот эта льгота называется. Давайте как бы по полочкам. С первого вопроса. Куда обращаться? Сейчас мы обращаемся в свои территориальные управления. В каждом территориальном управлении знают номер кабинета, и если приходят непосредственно в территориальном управлении, направят. Также на сайте можно посмотреть номера телефонов отделов и управлений, которые занимаются социальными, да, по месту жительства. То есть каждый житель идет по месту жительства свое территориальное управление. Какие документы? — Мы тогда дополнительно еще проинформируем, тогда просто много вопросов. — Тем более, в Венегарах мы собираемся приехать. — Мы сделаем тогда единый формат для того, чтобы было по территориальным управлениям легче ориентироваться. — Многодетные матери, вот эта льгота, которая будет выплачиваться ежеквартально из расчета 400 рублей в месяц, со следующей нести документы. Паспорт, опять же, сниз, свидетельство о рождении ребенка, удостоверение многодетной матери отца семьи, выписка из домовой книги, подчеркиваю, 30 дней действительности. И если есть прецедент расторжения брака, тогда при наличии вот такого прецедента также этот документ нужно с собой нести. Документ о заключении брака, свидетельство о восстановлении отцовства, материнства, опять же, при наличии такого прецедента. Следующий номер. — Банковские реквизиты. — Да, банковские реквизиты. — Все эти документы отправятся через территориальное управление. — Вся эта информация у нас также расположена на сайте, там, где у нас прописан порядок. — Да, там очень много нужно листиков прочитать, потому что на каждую льготу полностью прописан весь порядок простым доступным языком. Нужно найти там свою льготу и внимательно еще раз прочитать, какие документы надо принести. Все документы несем в свое территориальное управление. Также здесь существует вот этот вот люфт на три месяца. Так, теперь ежемесячная компенсационная денежная выплата одиноким матерям, ключевое слово — это статус, одиноким матерям, имеющим детей в возрасте от полутора до шести лет и необеспеченных местом в дошкольных образовательных учреждениях. Вот от этих трех тысяч, о которых мы говорим. Три тысячи в месяц. Здесь несколько ключевых понятий. Первое — статус одинокой матери. Следующее, второе — это необеспеченных местом в дошкольном образовательном учреждении. И это тоже должно быть подтверждено управлением образованием. То есть это компенсация за отсутствие места? Да, за отсутствие места в детском садике. Для одиноких вот так поддерживают именно одиноких матерей, неразведенных, к сожалению. Елена Геннадьевна, какие еще меры социальной поддержки для льготных категорий граждан существуют на муниципальном уровне? Ну, у нас они все перечислены, опять-таки, в положении. Их в общей сложности 17 мер, о которых, опять-таки, мы давали разъяснения, их перечисляли. Может быть, тогда... Давайте самые популярные. Давайте самые популярные. Ну, вот часть из них мы уже перечисляли. Да, про единовременные выплаты к праздничным датам ветеранам. Либо же, сейчас мы также перечислили, льготы в виде компенсации ЖКУ, выплаты компенсационной семьи с детьми. Доход ниже, да. Ниже прожиточного минимума. Вот очень важная льгота. Да, важная льгота. Единовременная выплата в связи с юбилейными датами рождения, начиная от 80. И здесь мы, оптимисты, предусмотрели возраст 120 лет в связи все-таки с такой еще активной поддержкой, проектом губернатора и поддержкой главы по активному долголетию. Ну, глядя сейчас, отойдем немножко от темы, глядя на наших, так скажем, молодых девушек и юноши. Одним 55, плюс другим 60, плюс, мне кажется, 120, тем еще... Потрясающе. Поэтому здесь мы вот так же предусмотрели эту льготу и выплату. А сколько составит вот такая льгота? К юбилейным, да, там, таким большим, существенным, весомым? Ну, тысячи рублей. Ну, опять-таки, это дополнительный муниципальный уровень. Здесь такая степень поощрения. У нас есть детки с редкими орфанными заболеваниями. Здесь также предусмотрена компенсационная льгота таким деткам на питание. У них особое питание, и глава Андрей Робертович Иванов решил поддержать такую категорию с уникальными заболеваниями. Также у нас существует... Медальматеринская слаба, которую также был, да, глава нашего, с 2019 года даже. Вот первый раз это было тоже такая праздничная была дата. Это единовременная также выплата к праздничной дате. Еще одно постановление хотелось бы сегодня обсудить. Вышло оно 27 января. Постановление администрации Одинцовского городского округа о создании комиссии по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, попавшим в кризисную ситуацию. Кто и на какую финансовую поддержку может рассчитывать? Ну, прежде всего, пожар, наводнение. Вот такие именно кризисные ситуации, это в этой области. У нас предусмотрены трудные жизненные ситуации. Вот давайте отделим кризисную ситуацию, это пожар, наводнение, какие-то природные катаклизмы. Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации. Это вот мы сейчас говорим об этом постановлении. Конечно, прежде всего обращаются люди, которые погорельцы таким бытовым языком, это назовем. А вот трудная жизненная ситуация, также у нас есть такая мира социальной поддержки, когда людям не хватает денег на какие-то жизненные трудности. Это дети, у которых родился третий ребенок, четвертый ребенок, и их доход ниже прожиточного минимума, им тяжело содержать. У двух до восьмидесяти тысяч, это будет оформляться, это надо подавать заявление и будет рассматриваться комиссионно. Самый непростой вопрос. Это самый непростой вопрос. Определить именно ту сумму от двух до восьмидесяти тысяч, которые необходимо будет человеку для того, чтобы поддержать. Эта мера является единовременной. Но опять же, эта комиссия ведь сформирована в администрации округа, и уже именно за ней. Именно за ней, да. Мы вот действительно будем очень серьезно подходить к этому вопросу. Это не просто, вот тоже обращаются. Ну вот, мне тяжело. Мне тяжело, у меня ребенок учится на платном институте, мне тяжело вести его, вот содержать, потому что он платно учится. Это нетрудная жизненная ситуация. А у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это снова я, Лариса Александровна. Возник еще один вопрос. У меня муж имеет удостоверение дитя войны. Вот сказали всем участникам, труженикам тыла. Вот у меня мама труженик тыла была, в прошлом году ушла из жизни. Уже многих нету. Отец 23-го года, участник войны, его тоже уже давно нет. Вот остались дети войны, их много. Вот конкретно можно узнать, им ничего, никаких выплат, каких-то, ну, денежных, как всем. Вот, Лариса Александровна, дорогая, вот обращаемся действительно к тем жителям, которые, вот, дети войны, да, которые пережили эти трудные годы. Я вот, у меня, знаете, у меня есть жизненный принцип. Не знаешь, как поступить, поступай по закону. Вот в законе 20-м о ветеранах, ну, к сожалению, пока такая категория не предусмотрена. Поэтому пока таких льгот у нас мы не ввели, как дополнительную меру социальной поддержки. Вот я на этом поставлю точку. Потому что она не предусмотрена. 120-й до закона ветерана. Ну, возможно, что в будущем ситуация изменится. Как только изменится законодательство. А вообще часто с этим вопросом обращаются? Часто. Так что, да, хотела поблагодарить за этот вопрос, потому что это категория людей, которые действительно часто задают этот вопрос. Ну, если говорить все-таки про муниципальный уровень, в этом году 75-летие Победы, как-то будут вот именно эта категория выделена? Помимо, безусловно, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла? Ну, такой великий праздник, безусловно, не пройдет мимо данной категории. Потому что я знаю, что активно, безусловно, конечно же, в канун этого праздника и все поздравляют, и в территориальных управлениях, на местах выезжают и к блокадникам, и к ветеранам, ко всем категориям, то есть стараются зайти к каждому буквально. Я знаю, что было даже постановление в этом году о том, что за каждым ветераном будет закреплен сотрудник администрации, который будет, ну, как бы, вот вести, так скажем. Нет, эта работа, безусловно, и до этого велась и ведется, просто сейчас эту акцию мы назвали «Ветеран живет рядом» для того, чтобы дополнительно оказать все-таки помощь, или какую-то конституционную, или информационную, либо любого характера. Вот эту акцию мы ввели на таком инициативном уровне. Как она будет осуществляться? Как это будет работать? Уже началась реализация этого проекта? Началась? Ну, вот мы сейчас списки формировали. Мы списки, да, мы работаем над этим, мы определяем алгоритм. Вы знаете, это очень-очень такая, во-первых, скрупулезная работа, во-вторых, она и психологически не совсем простая, она важная работа. Здесь мы ни в коем случае не должны потревожить ветерана, мы не должны ни в коем мере своим присутствием смутить его. Самое главное – это забота. Ветеран живет рядом, очень хорошо сказано. Здесь все-таки мы можем оказать и содействие по лечению, мы понимаем, какая непростая ситуация может возникнуть, и экстренно среагировать, потому что мы знаем, как не всегда сам ветеран, его семья знает, куда звонить, куда обратиться, какие-то такие насущные проблемы. И, конечно, это и внимание, это и разговор, о его боевом подвиге. Это действительно многие ветераны, которые хотят общаться, не тоже такие есть участники Великой Отечественной войны. Мы говорим именно о категории участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Здесь мы опять в формулировках должны быть очень аккуратны. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Они хотят как можно больше поделиться о своей жизни, рассказать, потому что именно они живые свидетели вот этой Великой Победы нашей, этой суровой войны. И именно от них мы можем как можно больше получить именно первой информации, потому что они видели это всё, они прочувствовали, они это знают. И наша также задача будет ретранслировать эту информацию через средства массовой информации. У нас есть такая возможность, мы будем ей пользоваться. У нас есть звонок. Давайте ответим ещё на один вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Надежда. У меня родители 29-30 года рождения, они уже не ходят. Вот я сейчас слышала вашу передачу, к сожалению, смотрю не сначала, что для их обслуживания будет подведоставлена какая-то группа волонтёров, которые придут домой. Я, к сожалению, сейчас тоже с переломом ноги, не могу этим заниматься, мне ещё три месяца как бы реабилитация. Меня интересует, если вот по перешню ваших документов, которые нужно предоставить, там как бы серьёзные документы, паспорт, снял, всё такое. Волонтёры что, будут брать эти документы с собой под расписку, под доверенность, и каким образом это будет предоставляться? Хорошо, вопрос не простой. Второй вопрос. Там идёт выписка из домовой книги и копии финансового лицевого счёта. Опять же, мне приходилось один раз брать выписку из домовой книги для родителей, мне сказали, что нужна доверенность. Как будет вот этот вопрос решаться? Ну и последний вопрос, если это будет оформлено гораздо позже, вот если такие ситуации в предыдущие месяца будут компенсированы или нет? Ну, начнём с конца. Начнём с конца. Да, действительно, у нас вот этот вот люфт трёхмесячный, до 31 марта мы собираем документы. Совершенно справедливо сказано о том, что волонтёры, конечно, если это будут оригиналы, то нам нужны копии, нам нужны копии, но копию мы обязательно должны сверять с оригиналом. Ну, мне кажется, волонтёр сейчас, имея мобильный телефон, любой из данных документов может сделать за несколько секунд. Это безусловно, это безусловно. Но этот волонтёр должен быть уполномочен заверять эту копию. Понимаете? Тут ещё вот этот вот нюанс, право подписи. Поэтому, конечно, вот такие с волонтёрами, это прежде всего должны быть сотрудники наших управлений социальной, отделов социальной поддержки населения. Это прежде всего. Ну, я думаю, как раз таким категориям граждан нужно обратиться в территориальное управление, и чтобы уже непосредственно к ним на дом выехал сотрудник, уполномоченный, допустим, вести эту работу. Может и волонтёр нам помочь, доставить какие-то документы, которые уже копии, лицевого счёта, в управляющую компанию обратиться. Но самое главное, конечно, лучше обращаться к тем людям, которым мы доверяем. И немаловажно, Наталья Вячеславовна, ещё раз проговорите, пожалуйста, что вот этот люфт трёхмесячный, он будет компенсирован. Компенсируется с первого дня. Что все эти три месяца, даже если в конце марта компенсация будет направлена по реквизитам в полном объёме на расчётный счёт собственника. Если у нас есть такая возможность, вот телефон Марины нам передать, чтобы мы с ней связались и продумали, как наиболее комфортно передать эти документы, чтобы они получали ликвиды. Да, попросим вас, оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона контактный, и с вами свяжутся. Да, и отработают этот вопрос, будут держать на контроле. Мне бы хотелось, чтобы тезисно мы вот ещё раз проговорили, потому что многие присоединились к беседе уже по ходу, да, не все услышали. Основной момент. Давайте, Марина Викторовна, с вас начинаем. О федеральных льготах? О областных, да. Всё без изменений. Граждане как получали компенсации, так и дальше будут получать. Переоформлять их не нужно, беспокоиться не нужно, обращаться в Одинцовское управление по этому поводу тоже не нужно. То есть и переживать, что что-то не получу или недополучу, не стоит. Всё как было, так у нас и осталось, что касается денежных выплат. Федеральные, региональные льготы без изменений. Да, на муниципальном уровне, да, мы добавляем дополнительные 17 мер поддержки, которые предусмотрены в рамках этого года к выплате. Они приведены к единому стандарту и со всеми документами можно ознакомиться в источниках в открытых, они все опубликованы на сайте администрации прежде всего. Там подробно написано порядок положения по выдаче и также, как и раньше, это было организовано, жители до 31 марта могут приходить в спокойном режиме, в ежедневном режиме. Мы организовываем дополнительные места по необходимости для принятия документов и они могут эти документы подать. Соответственно, до 31 марта мы их принимаем. И они идут в своё территориальное управление. И сдают непосредственно те документы, которые указаны в положении. В положении, в порядке, да, потому что всё-таки они, тот порядок и набор документов, он разнится в зависимости от категории и от той меры, которая предусмотрена под данную категорию. Ну, самое главное, мы будем проводить встречи с жителями, отвечать на их вопросы, разъяснять, просим инициировать такие встречи и сами также будем через средства массовой информации публиковать возможность жителям встретиться с нами, задать вопросы, ответить на их вопросы и, соответственно, сделать вот такой вот непростой переходный период, когда унифицированные на всей территории Зенцовского городского округа меры социальной поддержки, нам вместе с ними этот период преодолеть и, соответственно, чтобы наибольшее количество жителей, так как все льготы носят заявительный характер, чтобы практически до каждого жителя, который имеет право на эти льготы, наши льготы дошли. То есть автоматически она назначена не будет? Нет. Да, то есть если здесь федерально-региональная ситуация будет изменения, заявление передавать не нужно, то на муниципальную льготу нужно подать заявление, приложить документы согласно порядку, который у нас опубликован. Ну, опять же, вы готовы в индивидуальном порядке работать с каждым обращением и идти на те или иные обновления, то есть на встречу? Да, безусловно, эта работа уже организована, да. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Полина, Андрей? Исчерпали, не сегодня. Итак, федеральные региональные льготы без изменений, люфт в три месяца на оформление муниципальной льготы, которая теперь монетизирована и в виде компенсации услуг ЖКХ будут отдельные льготные категории граждан получать по 1 тысячу рублей ежемесячно. Не переживайте, если вы даже в конце марта подадите заявление и принесете все документы в свое территориальное управление по месту жительства, вам компенсируют все предыдущие месяцы с начала 2020 года. Ну и будем встречаться в средствах массовой информации в том числе. Будем встречаться. Наша студия всегда открыта для обсуждений. Мы стараемся сделать, чтобы наши жители были максимально информированы, тем более в таком важном вопросе. Спасибо, что были с нами. Вы смотрели специальные интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.